Добрый день, доброе утро, добрый вечер, доброй ночи, уважаемые зрители. В зависимости от времени суток, когда вы присоединились к нам, к моей программе «Пиропына к Накаву» с Вячеславом Сихора на нашем канале 6TV. Сегодня у меня в гостях человек, который буквально несколько дней назад своим заявлением, скажем так, сколохнула общественность. Не только Беларуси, но и всех нормальных людей, которые, скажем так, видят то, что сейчас происходит не только в Беларуси, но и в России, но и во многих других странах, где нарушаются конституционные права человека, там, где есть коррупция в эшелонах власти, особенно в судебной системе, и там, где человек, по большому счету, человеком не считается. Вот сегодня мы поговорим на эту тему с… хотя зачем говорить? Я думаю, что он сам представится у меня в гостях. Я, Пащенко Владимир Кириллович, совершу акт самосажения, если до 15 ноября 2016 года не будут восстановлены мои конституционные права, нарушенные судебно-правоохранительной системой Республики Беларусь, и не будут наказаны виновные в нарушении закона в РБ должностные лица, обращаясь лично к президенту, гаранту Конституции РБ. Александр Григорьевич, довожу до вашего сведения, что я нахожусь в статусе потерпевшего по уголовному делу уже два года не могу добиться справедливости от правоохранительных органов и судебной системы относительно и Конникова АА, и Сафонова ГГ в группе лиц, совершивших против меня уголовное преступление по части 3 ст. 339 УК. Добиться справедливости я не могу. Терпение на пределе. И как офицер в отставке, бывший командир самолета, ликвидатор аварии на ЧАЭС, заявляю, что я исполню свое обещание, пригласив на акт самосожжения представителей зарубежных СМИ и представителей посольств. Честь имею. Здравствуйте. Здравствуйте. Приятно вас видеть. В добром здравии, несмотря ни на что. Вкратце, Владимир Кириллович, вашу биографию. Где вы родились? Я родился в Туркменской СССР в 1947 году. В семье учительницы и водителя большегрузных машин. Ветерана Великой Отечественной войны. И у меня был еще... Вы человек, вы дитя СССР. Да. Рожденное в СССР. И далее. Значит, учился. У меня была мечта именно стать летчиком. Но в силу такого, что я закончил 9-классов и перешел в аэропорт работать, как говорится, ближе к самолетам. Сам. Меня приняли сначала электриком. Я электрику прошел по сетям. Затем не было эвакантной должности. Значит, меня перевели с лесарем-электриком по машинам. Это освоил я быстро. И параллельно я ходил, невзирая на то, что я вечером учился. Утром приходил к 4-м часам для обслуживания самолетов. Изучал маттехнику. Сам изучал. И в конечном итоге сдал, не учась, сразу на 2-й класс 3-й разряд. Это первый класс. Это, значит, авиамеханик приравнивается к авиотехнику, который выпущен с училища и имеет 3-й класс. Но чуть-чуть не дотянул. Я просто не сообразил, что нужно еще и по самолету знать электроматчасть. Хотя бы какие аккумуляторы, где, ну, какой емкости. Вот одна ошибочка у меня получилась и 1-го класса не получил. Вы с первого раза поступили? Да нет, в том-то и дело. Проучаясь в вечерней школе. 11 классов закончил, но какое обучение там в этой вечерней, вы все, наверное, знали, как учиться. Я не знал. Не знали? Я в вечерней школе не учился. Так вот получается. Значит, в школе приходишь усталый после работы. Сидишь допоздна до 11 часов вечера. После на следующий день опять работа. А у меня еще, как я вам сказал, каждый день я ходил в 4 часа утра, вставал и обслуживал самолеты. Поехал сдавать в летное училище и провалил математику. После этого, значит, у меня еще была возможность до армии на следующий год поступать. Вернее, точнее, вернее, меня в армию забрали. И еще у меня была возможность поступить. Я после армии, соответственно, чуть подзанимался, но не до такой степени и снова провалил математику. Думал, что пройду элементарно, потому что мне на троечке только нужно. У меня было уже стаж 2 года больше, именно, который положено было для того, чтобы меня взяли хотя бы на троечке. И армия дополнительная. Я думал, вообще класс. И что получается, я опять не сдаю. И меня, после армии, значит, я ломаю себе ключицу. И, значит, ключица сразу влазь неровно. Видно сразу перепад правой стороны. Вот. Я думал, все, я не пройду никакое летное училище. И я решил, так как у меня фактически техническое образование есть уже, это механика, я решил не в инженерном идти по матчасти самолетов, а у меня была вторая специальность. Авиа, то есть радиомеханик, полученный мной в армии. Я был начальником связи батальона. Должность капитанская, а я был сержантом. Теперь, значит, после того, как я не поступил в училище, я пошел на подготовительное отделение. Первый раз в Институт инженеров гражданской авиации. Меня предприятие послало, как человека очень надежного, и которое сказали мне, после окончания прибыть именно в наше подразделение. Когда я в Институт инженеров гражданской авиации поступил, мне сказали, комиссию прохожу, мне сказали, ты пройдешь в летное училище. А последнее в летное училище можно поступать до 23 лет. То есть я как раз успевал. И я начал заниматься так, что математику выучил до такой степени, что никто так не учил. Сколько лет вы в авиации проработали? В авиации я, как пришел, сразу я в авиацию пришел, это 65-го года. И проработал в авиации до, так, сейчас скажу, до 99-го года. И ушел на пенсию, в 89-м году. А где закончили? Летное училище заканчивало. Нет, служить, служить заканчивали. Где вы, летать заканчивали, где? Так вот я про полеты. Это не служба называется, это уже работа называется. Это гражданская авиация, не военная. Поэтому я в Туркмении летал на Ан-2, был вторым пилотом, после командиром стал. После перевелся сюда, в Белорусское управление гражданской авиации. То есть вы так в Белоруссии оказались, вас перевели? Да. И я с 82-го года... Вы с большим желанием переезжали в Белоруссию. Ой, это вообще для меня была мечта. Мечта была. Беларусь, это самое... Было престижное место из всех управлений гражданской авиации. Сюда все стремились попасть. И в центральное управление гражданской авиации. Это Москва и в этот регион. Но вы какие-то шаги предпринимали, чтобы вас перевели? Да. Я ездил сюда, договаривался, чтобы меня взяли сюда. Но это ведь не близкий свет. Сколько вот километров? Вот вы же ездите туда. У вас родители там остались похоронены, да? Я знаю. У меня отец там остался, бабушка осталась. А мать уже приезжала сюда. И сейчас она тоже похоронена, только уже у брата в Великом Новгороде. А она здесь тоже была, у меня жила. И сколько вы здесь в авиации прослужили? Здесь, получается, с 80-го года по 89-й. По 89-й. Понятно. И на время развала Советского Союза вы уже здесь... Я уже был пенсионером. А, пенсионером уже был пенсионером. Но вам же надо было принимать решение, кем оставаться, гражданином Белоруссии, когда развалился Советский Союз? Или вы же по национальности... Русский. Русский. Или переезжать в Россию. Почему вы остались в Белоруссии? В Белоруссии, потому что мне здесь очень, во-первых, нравилось. Я же сказал. Я стремился сюда. Ну, я же сказал. Можете говорить это неоднократно. Нам нравится. Что вам нравится в Белоруссии. Это Белоруссия моя сейчас вторая родина. Первая Туркмения и Советский Союз. Вторая родина. Ну, Советский Союз подразумевает, что и Россия следом, когда развалилась. Вот. Но вторая родина Белоруссия, которая у меня более к ней, как говорится, корни уже здесь. Потому что у меня здесь, значит, родились внуки уже. Получается, белорусская кровь смешалась с нашей кровью. Вот. И это уже, как говорится, родная. Извините, у меня аж... У меня слезы наворачиваются. Ну, белорусский язык вы понимаете. Понимаю. Да. Ваши внуки уже на белорусском разговаривают. Учат белорусский. Да, да, да. Владимир Кириллович, давайте вот вернемся к этой истории, которая вот потрясла сейчас интернет. И буквально за двое суток она там больше тысячи просмотров. Ну, понятно, что не миллионы, все-таки это в Белоруссии инцидент произошел. Давайте вкратце суть вопроса. Из-за чего все это произошло? Суть такая, значит... Ну, вот вы пока успокаиваетесь. Я вкратце подготавливаюсь к программе. Я узнал, в чем дело. Если я буду неправ, вы меня поправьте, пожалуйста. Значит, в один из ноябрьских дней, два года назад, да, правильно? Да, да. Вы сделали замечание двум молодым людям, которые на ваш забор, на вашу частную собственность, скажем так, производили свои необходимые нужды, да, мочились. Скажем так, вы им сделали замечание. Они отреагировали в этом плане не очень корректно. После чего началась потасовка, вас ударили, вас избили, сломали вам трещину было в коленной чашечке, да, вступился за вас... Трещина, перелом. Перелом. За вас вступился сын. Короче, произошла драка, в которой вы пострадали сыном, да. Ну, больше вы, конечно, чем сын, потому что, если бы не сын, то вас вообще могли бы... Могли убить бы. Да. Люди были неадекватные, в нетрезвом состоянии. Ваши действия были таковы. Вы сразу вызвали милицию. Да. Нет, сразу мы пресекли их действия. Это значит, я уточню здесь. Вот здесь как раз юридический термин, но это очень хорошо с объяснением. Значит, согласно нашего законодательства, любой гражданин может обнаружить, значит, действия противоправные, пресечь их, задержать даже причинивым телесные повреждения по статье 109 УПК и, значит, сдать милицию. А это значит, выполнение гражданского долга, который должен выполнять милиция. Вы сдали. Вы сдали. Все, поэтому, пункт 1 и 2, сдали милицию. Мы ближе к народу, будем словами более понятны. Задержали, пресекли. Позвонили и сдали. И сдали. Действия милиции, они забрали их? Они одного, значит, забрали. Я, значит, в состоянии был эффекта. Плюс у меня было перед глазами все пелена. Значит, боли невыносимые в коленке. И получается так, я не знал, что писать. Мне, кто милиционер, значит, диктовал, я писал. Я не соображал, чего я писал. А они уже мне продиктовали то, чего не было. Я изложил всю суть. Ну, как они могли продиктовать? Они же лично не были знакомы с нарушителями. Это очень просто получилось. Я-то не знал этого ничего. Они вам диктовали это что? Прямо в доме? Нет. Или вас отвезли? Вы увезли ООПС-7 Октябрьского РУДЭ. Сколько времени прошло с того момента, когда случилось, вы вызвали милицию? 15 минут. То есть вы оказались там и сразу вам диктовали? 15 минут милиция приехала, и через 15 минут я уже докладывался. Уже докладывал. И почему вы считаете, что вам диктовали не то? Очень просто. Я, значит, во-первых, не знал. Это я узнал после, после ознакомления, перед тем, как... Мне не дали ознакомиться даже с материалами уголовного дела после расследования. Это позже. Нет, это как раз по поводу. Это позже. Давайте про милицию. Вот я про это и говорю. Поэтому я не знал об этом даже. И когда только в суд я пришел, я узнаю, ознакомился с делом, я узнаю, что меня там вообще, получается, допрашивали и уже фабриковали дело. И хочу сказать, что... На каком основании? На основании того, что после... Никому уж плохого ничего не сделали. Почему милиционер? А он же видит, что там пьяные люди, вас избили. Зачем им фабриковать? Что за... Докладываю по этому поводу. После окончания конфликта Сафонов, который начал конфликт, он просил прощения у меня и у сына. И иконников заставлял просить у нас прощения. Но сын простил, сын это его, потому что ему телесных повреждений не нёс. А только, как говорится, побои называется это. Удар этот, значит, побои. Хоть ничего не сделал. А мне, значит, и избили телесные повреждения механические. Как говорится, руками голову всю пробили. И плюс этому ещё и ногу поломали. После этого Сафонов когда просил сына, сын простил. Я нет, сказал. И он тут же позвонил по телефону и сказал, Сергей нас в милицию забирает. И вот как только он позвонил, тот на нас наезжать начал. Значит, говорит, что это вы нас избили. Вот пока берёт, уже жена вышла и показывает жене. Берёт руку этой иконников, показывает. Вот, смотрите, кровь течёт с косточек. Это была пробита моя голова. То есть вы хотите сказать, что Сафонов единственным звонком изменил ход событий. Всё, а почему, как мне стало известно в дальнейшем, Сафонов был судим. И у него непогашен был судим из 4 года. Ему нельзя было ещё одну судимость вешать. А за что у него была судимость? Судимость была по пьянке. Значит, сперва его на 3 года лишили прав. Первое, по административной статье. И, значит, штраф большой. Вторую часть снова без прав. С этой непогашенной судимостью. Рецидив получается. И ещё попадается. Кстати, сбил девушку задним ходом на машине. В пьяном состоянии. Второй рецидив. И скрылся? Не скрылся. Его задержали. Но он уже был без права. Он без права был. Нет, без права был, когда сбил. А второй раз его задержали. Опять в пьяном состоянии. Без удостоверения. В алкогольном состоянии. И получается, ему уже присписали уголовную статью. Часть 1, 317. Приим. То есть, по ходу надо было бы ходить ниже воды. Да. А ему уголовную статью. Тише воды, ниже травы. И что? Штраф ему. И один годик ещё добавили лишение прав. Это уже не соответствует. Чему он садил? Рецидив. Но всё равно. Такой звонок, который круто поменял обстоятельства. Это кому нужно было позвонить, чтобы милиционеры вам диктовали уже заведомо ложное показание. Да, да, да. И просят не просто заведомо ложное. Там фабриковали дело против нас. Не просто нам хотели, чтобы мы увезти. Да. Увезти, замять. А сделать вас виноватым. Но я вам более того. А как так? А вот я скажу сейчас как. Как так получилось? То есть, они мочились на ваш забор. Уже статья 22. Нет, не в этом дело. А получается, что... Ну, как можно сфабриковать? А вот так. То есть, они просто стояли. Что было в этом заявлении написано? Значит, заявление было написано, только продиктовал мне на счет одного иконника. И только что иконников побил. Не написано, что у меня нога уже поломана, я жалуюсь на ногу, перелом. Они хотели замять, что сразу начали мне предлагать. Слушайте, если сейчас вы подпишите, чтобы статью вот этого, паука, то есть, по этому административному, значит, тогда мы не можем его привлечь по уголовному. То есть, меня начали вводить в заблуждение уже. То есть, если вы сейчас вот это напишите, значит, его только привлекут, поэтому и все отпустят. Короче, вас начали обманывать. Тогда скажите, зачем ночью приезжал к вам майор? Так, значит, после того, они мне предупредили так. Так, выписывая, значит, мне постановление на медосвидетельствование, вот, не медосвидетельствование, а в травмапункт вот это вот, пху, не в травмапункт, на СМЭ именно. Что, вы сегодня не ходите, завтра пойдете? Ну, хорошо, думаю, пойду завтра, ну и заодно в травмапункт, да. И что, я терпел, терпел, уже терпели, у меня не было до 11.30 ночи, все, вызываю сына своего, говорит, вези меня в травмапункт. Я не могу уже, я на стенку лезу. Вот, температура, боли невыносимые, какие-то перед этим все блики, в общем, все в тумане. Вот, и что? Съездил я в травмапункт, приезжаю, мне зафиксировали это все, перелом, значит, завегипсировали. Я доложил, что вот у меня направление на СМЭ, сообщил, что как было, все опять рассказал, как было, как и в милиции, что вот двое пьяных, причины, да, 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 да. Врач выслушал все и все, сделали мне, меня увезли. Подождите, вы должны были вызвать милиционеров в травмапункт. Никого, ничего не вызывали. Но здесь, получается, сразу этот звонит. Если вы заявляете, что вас избили, то тут же через 10 минут появляется в травмапункте милиционер. Никого не было, но врач позвонил в милицию и сказал. А, так и позвонил. Да, травма криминальная. Все, после этого мы уезжаем с сыном. Я остаюсь дома, ложусь. Здесь через некоторое время приезжает майор Грибусов. Как мне стало сейчас известно, когда я сопоставил все, я не знал, кто этот майор. И хотел расследовать это дело и выйти через него, через этот звонок, как он попал и эти все. Расследовать сам хотел, но это вот дальше не произошло. И вот получается, майор Грибусов приехал, значит, ну, пускай будем называть неизвестный майор. Потому что у меня пелена была, я даже лиц не запомнил. Значит, приехали на машине, у меня собаки были выпущены. Жена моя не может их завязывать, чтобы его пропустить в дом. И они беседовали в машине около дома. И через некоторое время жена заходит и говорит. Этот майор, не майор, он сказал, вот это вот, человек приезжал с милицией. Он сказал, заберите свое заявление и сделаем так, что как будто мы их задержали. А то они скроются. Пока они у нас, они не скроются. И мы дело раскрутим быстро и в вашу пользу. Ну, жена так мне сказала. И рассказала еще, как нам говорить. Что, значит, лгать. Вот. Я сказал, этого делать не буду. Но он говорит, еще позвонит. И что? Звонит мне и говорит. Вот. Что, значит, вот я вам говорил, что заявление заберите. И что жена вот вам напередала. Значит, мы приедем со следователем. Мой СК. Вы все это ей расскажете. Но предварительно скажете, что заявления не будет. Вот. То есть, его я забираю. Хорошо. Я начал отказ. Нет, я вообще честный человек. Я ни в чем лгать не буду. Он мне говорит тогда, что это в ваших интересах. Начал опять уговорить. Я вижу, что бесполезно с ним говорить долго по телефону. А у меня такие эти боли и это. Я даже не хотел. И сказал, ладно, приезжайте. Чтобы только отвязаться. После этого звоню, значит, врачу. Договарю. Его вызывают. Там через минут 15. Я с ним говорю. Вы можете подтвердить, что вы видели это? А-а. Минуточку. Еще одно здесь момент. Вот как раз я вот этот, пока его не было. Я уже врачу позвонил, когда он приехал, предлагал жене. Позвонил врачу и сказал, то есть, наоборот, ситуация. Что, вы можете подтвердить, что у меня вот это вот заявление? Видели вы направление на СМЭ? Потому что Грибусов, когда в разговоре по телефону, он мне сказал, что, когда я ему сказал, да у врача видел все это заявление, все. Он говорит, это ничего, мы с врачом договоримся. То есть, порвем заявление, а после другое мы напишем, выпишем. И я здесь понял, что здесь что-то не то. Меня втягивает в какую-то авантюру, чтобы еще и обличить. Я звоню врачу. Подтвердите вы мне, что видели это у меня направление на СМЭ? Он говорит, а не надо ничего подтверждать. Все записано на видео. Все. И я тут же понял, что меня уже сразу подставляет. Только бы я заявил, что, да, заявление это порвать. Все. Значит, я виноват. Я, получается, изначально действительно... Тогда вы начали понимать, что... Вот тогда я понимал, что это фабрикование. Уже фабрикование дело. А почему вы решили, что вас почему-то против вас должны фабриковать? А потому что я, когда вот я единственное говорю, сразу я понял, что Сафону, когда позвонил, Сергей нас в милицию забирает. И я приезжаю сюда, и получается, оформление идет не так, как это нужно. То есть вы решили, что кто-то подключился. Да. Очень влиятельный. Очень. Настолько, что... Моментально все решено. Что милиция по стойке смирно, можно сказать, стала выполнять противозаконное действие. Да, да, да. Припугивая вас. И припугивая, и шантажируя, и все. А шантаж начался... Хорошо, вы отказались, и началось судебное расследование. Значит, отказались. Кто был следователь? Они начали собирать, значит, сначала. Изначально был следователь Савельева, старший лейтенант. Она... Вот мне Бог помог только этом. Я верил, подписывал не глядя все, не читая. Я верил нашей системе. И вдруг, получается, 27-го числа, перевозмогая боль, я не мог идти, в общем, очень... Это еще температура была. Мне пришлось подняться на третий, кажется, если не ошибаюсь, следователь Савельева. Все изложено мной было, как положено. Действительно, действительно происходящие события. 19-го, 11-го, 2014-го года. Как все случилось. От и до. И что? Она прочла их все. Я говорю, там вот то, 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 вы неправильно сделали. Она снова зарядила, перебила. Вы же говорите, не читали. Нет, я не читала, она прочитала. А, она прочитала. Да, а прочитала она. А потом взяли вы прочитать. А теперь... Нет, я еще не брал ее читать. После этого, значит, я... Она должна была подписать, мне дать. А она забыла. А я ушел вместе с сыном. Да ну, как можно забыть. Вот, представьте себе. Теперь на следующий... А, когда я ушел, она мне... То есть протокол, который она... Оформила. Оформила. Не дала подписать. Прочитала, но не дала подписать. И получается, звонит мне домой и говорит, я вам забыла дать подписать протокол судебных... Вот это судебного... То есть протокол ваших показаний. А может, она специально не дала? Как бы забыла. Потом посмотрела, что вы даже не попросили прочитать и подписать. Она, может, еще что-то добавила. Отрицаю этот факт. Почему? Потому что это бог ее дернул за руку, и она не дала подписать. Нет, вы не говорите. Вы тут про бога не надо. Нет, нет, нет. А смотрите теперь дальше. Смысл дальше, дальше. Значит, получается, если бы я... Это даже... Ну, я бы не читал ее опять. Она вам позвонила, вернитесь, подпишите. Нет, она говорит, вы не могли бы. Я говорю, нет, вы что, у меня температура, я еле-еле к вам тогда пришел. А сейчас это... Сейчас сын к вам приедет, вот вам, допустим, это... Вы с ним передайте, я прочту, подпишу. И что вы думаете? Когда я читать начал это дело... Сын привез протокол. Да, привез, я читаю, и там написано все противоположно. Я... Вас, вы копии эти сохраняли? Все есть. И, короче, что получается? Она меня там еще подставила так, что я говорю... Написано так было. И до сих пор в деле есть. Что Иконников мне по ноге не стукал. Соответственно, я сам, типа, такую ногу себе поломал. Вот так она мне показания записала. Значит, Савельева вступила... На сторону них. В этот сговор. Да. Мало того... Выполняла чье-то указание. Да. Мало того, я определяю, смотрите как. У меня основная вот это вот была момент. Удары. Кто первым удары носил, но я тогда не понимал, что... Сейчас, минуточку, я вот эту мысль хорошую скажу. Я тогда не понимал, что мы гражданский долг вы исполнили. Нам не надо ничего доказать. Я вас умоляю, про гражданский долг не надо. Да. Савельева, будучи на службе, давая присягу народу, вступила на путь преступления. Делая вас виновным. Правильно? Да, да, да. Она взяла на себя такую ответственность и подтасовала факты. Да. Вы это заметили, когда вам сын привез? Да. Ваши действия? Мои действия были такие. Значит, я, значит, исправил то, что она написала, что это незаконно. Я имею право. На протоколе? Да. Исправил и передал сыном. Типа исправьте ошибки, да? Так. И после этого сын, значит, подвез ей и звонит она, что вы здесь натворили, нельзя в протоколе ничего не изменять, не подписывать ничего. И как это не изменять? Пусть перепечатает и напишет так, как вы... А я про что и говорю. Он же не подписанный протокол. Это же джинновик. Да, да, да. Он же не зарегистрирован. Нет. И тем более, после этого она все-таки исправила одно, что первым, значит, нанес удар именно иконников, но не удар, а толкнул. Ну, понятно. А фактически первый должен был удар нанести и сейсофонов. Второй раз протокол, когда вы увидели? Нет, нет, именно моментик. Второй раз протокол, когда вы увидели? Второй раз протокол она уже сама привезла. Домой? Да, домой, но опять-таки... Домой, какие услуги на дом? Да, опять привезла домой, позвонила мне, потому что у меня собаки выпущены опять, и никто не может их, кроме сына, завести. И, значит, а сына не было. Она жена. И, значит, опять то же самое. Через жену она передает мне протокол, который уже снова перепечатала. Я читаю, одну ошибку исправила, то есть подлох 100%, что это мы виноваты, а не они. А вторую опять оставила. Сафонову выводят из-под уголовной ответственности. Ясно. В связи с этим, я снова пишу, что опять на этом месте хоть она мне запретила, и передаю с женой. Она мне с таким возмущением звонит по телефону и говорит, что вы опять, я вам сказал, что ничего не исправлять, все. А я говорю, а опять вы подлох делаете. Я говорю, я вообще не буду подписывать, все. И положил трубку. Нет, она звонит снова. Ладно, исправляете. Вот я исправил и передал ей. Все на этом. Савельева. После этого Савельева через некоторое время отстраняют. Уже третьего числа вступает. То есть вы второй раз не подписали протокол, а третий раз уже Савельева. Подписал я тут раз уже, с изменением уже. Так третий раз подписали или второй? Да. Нет, это получается как бы третий раз мне возвращает она. Ясно. Вы подписали с изменением? С изменением. И Савельеву снимают? И Савельеву тихонько снимают. И мне даже Трихменова, ее третьего числа назначают, третьего декабря. Это прошло всего 14 дней после этого. А Савельева меня допрашивала 27-го, 28-го ко мне приезжала. И получается Трихменова третьего заступает и тоже продолжает самая... Это новый следователь? Новый следователь. Майор. Так. И продолжают о вас... Этот вот фабриковать уголовное дело дальше. Ну у вас же уже есть протокол. Что вы по-новому протокол писали? Нет. Начала фабриковать. Подтасовки фактов делать. Так, чтобы... Так вопрос издает. Значит, я могу много говорить об этом. Короче, дело дошло до суда. Да. Дошло до суда. Что было на суде? Значит, в первую очередь я мало того скажу. Мне не дали ознакомиться с уголовным делом. Вообще. Даже я не знал. Как могут не дать? А вот так не дали. Написала, что типа такой не явился на подписание. А сама 20-го числа ко мне приезжала. 20-го заканчивается уголовным делом. Она мне пришла домой опять. Привезла подписывать протокол этого... Заключения... Заключения. Протокол заключения эксперта. Представляете, 20-го пришла ко мне. 20-го заканчивает дело. 20-го отказ. Суд. Суд. Я ознакомился с делом. В суде, значит, не было подписано постановление о признании вещественных доказательств. Уже в суд не должны были расследовать даже это дело. По одному этому факту. Но прокуратура пропустила такое нарушение. И суд рассматривать начал. Тем самым, даже Верховный суд впоследствии указал на противоречие суда. То, что она принимает это неподписанное постановление Трихмановой, что вещественные доказательства принять. А его нету. Значит, вещественные доказательства в воздухе. Какие были нарушены ваши права и вообще уголовное разбирательство? На что вы заявили на суде? Что было нарушено? На суде я сразу заявил привлечь к уголовной ответственности в группе лиц Сафонова. Привлечь тех, кто провел это следствие. И я сразу заявил, у меня есть в деле, что у меня цель привлечь всех, кто нарушил уголовное право. То есть, исследователи? Да, изначально. Так вы даже судье отвод дали? Отвода три судье давал. Один прокурору давал гособвинители. Не отвелись. Нарушения прямые. Могу даже сказать такие. Хорошо. А вот адвокат у вас был? Адвокат на стороне их был. Я заявляю, получается, Сафонова привлечь. А это значит статья 301, часть 2. Значит, в процессе этого судебного разбирательства прокурор берет 10 дней и предъявляет новое объединение по Сафону, тому новое объединение, потому что не соответствовало это. Там статья 3 грозила им всем, обоим. А статья 2 была только. И то не в группе против одного Иконникова. То есть, получается, Сафонова противоправно поставили лжесвидетелем. То есть, свидетель он по этому делу. Хотя участник зачинщик и все. А что за история под диктовку Сафонов с Иконниковым отвечали на вопросы, и за них судья говорил. Ага. Ну, это класс. Там клоунада настоящая. Значит, LD10 в этом уголовном деле. Значит, показания Иконникова. Как я понял, им дали карт-бланш говорить, что хотите, и вам ничего не будет. Хоть правду говорите. И правду. Значит, Иконников дает правду показаний 20-го числа. Ну, на следующий день. Значит, с утра он показания дает, что действительно... Единственное, что первый пошел в сторону... Первый суд чем закончился? Сейчас один момент интересный. Никого это не интересует. Ну, короче, показания дал такие. Я про суд... Вы сейчас запутываете о наших зрителях. Я вам задаю конкретные вопросы, вы конкретно отвечаете. Вот эти перипетии никому не важны. Важно, что, как, где и когда. Сейчас вот. Так вот, я их спрашиваю. На вопрос я не ответил на тот, который вы задали. То есть, что судья был с этим... Потому что вы начали рассказывать на час вперед. Хорошо. Никто не будет... Теперь вот это вот на вопрос до этого, чтобы вы ответили, что там судья была. Клоунада была. Судья, значит, читая показания Иконникова, что первый удар на него... Толкнул первый сына, значит, Сафонов. Это везде, чего было на самом деле. И судья решила сделать наоборот. Что первый ударил сын Сафонова или толкнул. И вот здесь клоунада... Ой, читает... Ой, здесь не там запятая стоит. Так все-таки кто кого ударил? Непонятно. И вот такие вот-вот. У меня записано все это. И что получается в конечном итоге? Она задает вопрос этому Иконнику. Так кто первый ударил? А, кто первый, кого толкнул? Он говорит, Александр толкнул Геннадия. А тут же спрашивает. Значит, так, опять начинает, начинает. И опять получается, что Геннадий толкнул Александра первый. И она говорит, ну, короче, что? Здесь ничего не понятно. Значит, получается, первый толкнул Александр Геннадия Сафонова. Вот что вы... Судья... Судья... Исказила все и сделала виновным... В сторону... В сторону Сафонова заняла. В группу лиц, которые... Сговора. Да. Значит, что интересно, что адвокат вам ничем не помогал. Ничего, молчал все. Целый вечер. Даже намекал вам на то, что не связывайтесь. Да, да, да. Он боялся. Я вижу. Слушайте, так кто такой Сафонов? Что он подмял всю систему под себя. О, адвокат. Чей-то родственник? Не знаю. Я начал расследование, просил. Пеленгуйте кто, с кем он разговаривал. Запросите телефонный переговор. В суде видеосъемку... Не разрешали. Почему? Даже мне не разрешили не только видеосъемку. Мне не дали перефотографировать в деле, снять все копии для себя. А когда я затребовал у адвоката, отдай мои копии, я тебе платил деньги за это. И это мое фактически. Мне отвечали, вплоть до верховного адвоката в Минске мне ответили, их главный офис. И отвечает, что не имеем права, это должно уйти в архив. Хотя дело рассматривается, я ему заплатил 900 рублей за ознакомление с уголовным делом. И после, когда мы начали в машине с ним говорить, он мне пальцем вот так, говорит, не говорю ничего, типа подслушивает может. И мы поехали ко мне домой. Подъехали домой, телефон у нас оставил в машине и хотел уже мне дать это, да. Мне только нужно там одно снять, что не было подписи под этим постановлением 125 ЛД, что не было это. И суд не может состояться даже из-за этого. И что? В конечном итоге он все-таки отказался давать меня. И, короче, я от адвоката на втором заседании отказался. А я его брал ради чего? Я говорю, я облечу его целиком и полностью, мне даже не вступайте, но следите за законностью в судебном заседании, чтобы все по закону было. Так вот, закона никакого не было, ничего он не следил, а был на стороне адвокатов. Даже еще уговаривал, что да ему дадут же все равно еще. Я говорю, да они дадут, до шести лет, но ему уведут от ответственности. Вот я еще говорю, а я хочу наказать как положено. Понятно. Значит, судье отвод вы дали, он не отвелся. Не отвелся. Прокурору дали отвод, не отвелся. И из-за действия адвоката вы от адвоката отказались и приступили к изучению. Сам начал изучать все УПК, УК, Гражданский кодекс, Конституции, все изучил. И начали писать жалобы. И начал писать и доказывать согласно закона. То есть, если я знаю точно, я работал, когда все этим ознакомился и усвоил, я начал работать в качестве защиты себя без эмоций, как адвокат, как прокурор, как следователь. То есть, когда я состыкую все факты, вот они, два-три документа, и я обличаю. Статья в отношении судей вот такая. Кого-нибудь вы привлекли своими жалобами, своими вот этими протестами? Чего вы добились? А я практически ничего. Все говорят, что вы неправильно понимаете. Это по вашему мнению. А я конкретно прилагаю каждому документу. Если я нижнюю инстанцию прошел, высшая инстанция должна, я должен подтвердить, что... Вы писали жалобу прокурору Города. Продь. А у вас даже Верховный суд. Верховный суд, Следственный комитет, Генеральная прокуратура. У меня ответы всех четырех замов генеральные. Был на приеме у Стука, зам генерального. Зам председателя этого Следственного комитета был у Гайдученко. Ответ имею Волкова зам. То есть, на уровне этим меня не пускает председателю и генеральному. Хорошо. Скажите, человек, который уже был в то время под уголовной ответственностью, да? Да. Совершил против вас преступление. В итоге, где он сейчас? Что он сейчас? Он на свободе. Сейчас последнее. Почему вот этот последний квак? Хороший вопрос. Это последняя капля моя была... То есть, на свободе и никак не был наказан, даже потому, что сломал вам... Сейчас скажу. Значит так. Возбудили смехотворную статью против него в 15-м году. Значит, часть 1 статьи 339. Это значит просто... Хулиганское действие. В отношении одного человека. Моего сына. Хотя это группа была. Вы представляете? Это называется правосудие и законность. Страх им. А ему нужно вторую сразу, не меньше. И что? По этой статье проводятся следствия. Значит, его амнистируют по части 2. Проводится следствие по части 1, а амнистируют по части 2. Это группа. А группа не определено. Постановление не выносилось, что изменение квалификации уголовного дела, материалов этих. И что получается? Его амнистируют. Мне отказывают возбуждение уголовного дела еще раз против него. Плюс к этому, значит, он еще противоправно оказывается. 401 статью за лжесвидетельство отменил. Это все. Рудько. Вас еще и лжесвидетельство. Да. Рудько. И мне отказали в возбуждении уголовного по лжесвидетельству. Хотя он проходил изначально. Раз уголовное дело возбуждается против него, соответственно, лжесвидетельство здесь в первую очередь. Он автоматически становится лжесвидетелем. Короче, девушку сбил, нанес телесное повреждение. Да. Избежал наказания. Избежал. Вас избил, сломал ногу, избежал наказания. Ну, значит, сейчас в следующей стадии он может убить человека, который избежит наказания. Да. И элементарно. Я вам еще скажу, я немножко недоговорил, но у него еще две амнистии было противозаконных. К чему я говорю? В смысле? Амнистии еще две. То есть у него еще несколько дел было. Снова, значит, когда это дело я возник, отменили его, после того, как Гайдучонку лично на прием съездил. Он даже... А как вы узнали, что у него еще какие-то были амнистии? Откуда? А мне приходят же все документы эти, все документы, что касается... Я обязан делать, что если мне не приходят, я запросить должен, и мне должны прислать. И там было указано, что он проходил еще по двум делам, где у него опять же амнистии. По этому же делу, то есть я отменяю это первую статью, что возмутила прокуратура Могилевской области, под первой части 339-й. Амнистировали его. Я еду на прием Гайдучонку. Гайдучонок, видя, что неправильно все это, уголовное дело, что неправильно против него, в группе не было. Теперь 401-е лжесвидетельства не было. Он отменяет все это и возбуждает. Все-таки у вас что-то получалось. Да, да, да. То есть в Верховном суде... Не в суде, это Следственный комитет. В Следственном комитете. Зам. Председателя Гайдучонок. Исучив ваше дело, отменяют амнистию. Да, отменяют целиком дело, все, что неправильно. И по-новому направлено. По-новому. А вот видите, все-таки кто-то закон соблюдает. Нет, это кость была брошена мне, чтобы я успокоился. Но снова возбуждается уголовное дело, проводится это. И все состыковывается на том, что его опять хотят амнистировать. То есть целые, почти полпапки уголовных... Настолько затянули дело, что уже столько прошло времени, что можно и амнистировать. Нет. Или он попадал под статью амнистировать? Не попадал. Ну почему? Есть же какие-то у нас там 5 мая, День независимости. Нет. Вы, значит, было в 2015 году, вынесен, значит, президентом указ вынесен, амнистировать людей, которые подпадают под, допустим, потерпевшие от аварии на ЧАЭС. Он как бы, как ЧАЭС, мол, потерпевший, он подпадает. Но Сафонов-то не был, его подвели к этому. То есть сфабриковали еще, что он был и ликвидатор ЧАЭС. Не ликвидатор, а потерпевший ЧАЭС. А, потерпевший. Сфабриковали. А как это делалось? После того, как уже вышел приказ, законную силу вступил, этого президента, об акте амнистии, Сафонова прописывают в Чернобыльской зоне, то есть зона отчуждения Славгород, и именно улица какая? Улица Суворова. Там еще улицы не подпадают некоторые под зону отчуждения. А прописывают там, хотя живет на Заслонова. Очень интересно. Дальше что? После этого, а его, значит, через полгода только можно признать потерпевшим. То есть, а его уже сразу признают, хотя он никакого отношения к потерпевшему не имеет. Вот какие-то говорят это подсосорки. Настолько у Сафонова сильная лапа, мохнатая рука и крыша, что, правда, добиться вам не суждено. А теперь, еще дальше. Следующая амнистия. Эту опять отменяют, я добился. Уже генеральная прокуратура отменяет эту амнистию. И последняя капля, почему я вот это вот сейчас вышел, я вижу, все, опять амнистия Сафонову, на основании опять такой, что вообще... Владимир, вы понимаете, что шансов у вас нет? Нет, я надеюсь. Это вот вы как Дан Кихот против витряных мель. Я как Данка. Я отдаю свое сердце народу. Извините, у меня опять накатываются слезы. Значит, смотрите. Вы понимаете, что вообще всем, всей системе наплевать на вашу проблему. У меня... Там столько людей уже перемолото. И я знаю людей, которые вот на самом деле должны были бы выиграть не один процесс, которых вот и избили, и они пострадали в других, как предприниматели. И выигрывает система. Вы же уже сталкивались с этим. Вас уже в 2003 году конфисковывали незаконное имущество, которое... Да, которое ввез по Тиркорнет, а подсунули, как будто я сам ввез его. Ну, то есть вы же не первый раз сталкиваетесь с беспределом со стороны судебной системы органов правоохранительных, дознательных и так далее. Вы что, наивны настолько? Дело в том, что я скажу более того. Я не наивный. И вы видите, как факел сгорите на площади, и никому не будет дело. Замнут это дело. Вас делают виноватым. Еще вот эта программа выйдет, еще вы психушку у вас заберут. Нет, психушку не могут забрать в уголовном деле, которым я прохожу. Я признан вменяемым, и никто не может... А что, у вас уже справку направляли? Нет. Да, конечно. Это здесь все. Прежде чем начинать уголовное дело, там есть такая статья, что если ты вменяемый, тебе совсем все другое. То в наличие не тебя отправят. А у меня все, я вменяемый, все вменяемые. Так что здесь никто меня никуда не отправит. Это в здравом уме и твердой памяти. И что я хочу сказать. Почему я верю, что все-таки это президент демократической государства. Его подставляют эти лица, которые мафия. Но он, конечно, может и узнает. Но уже предел всему. Сейчас на моем примере нарушение конституции. А там статей штук, наверное, 10-15 против меня только нарушены. В одной конституции эти. Но я хочу просто сравнить тоталитарный режим Советского Союза и демократический режим Белоруссии. И что получается. Тоталитарный режим. Меня сажали в советское время, в 1982 году. За то, что я не был виноват. Меня сажали. Но я просидел 2,5 месяца в СИЗО. После этого было... Это вы тогда служили. Я летал. Летали. По этому поводу меня и посадили. У меня исчезает бензовоз. А его украл директор совхоза вместе с этим. Со своим органомом. Доказательства 100%. У меня есть подтверждение. Я перелетел. Вас хотели сделать козлом отпущения. И меня сделали козлом отпущения. Где такое, что пилота посадить командира самолета? Это вообще что-то сенсация. И что получается. Значит, когда меня осудили. Я выявляю на суде элементарно. Здесь один момент. Небольшой. Вы мне дайте, пожалуйста, сказать. Как я определил, что виновны это. Там доказывать нечего. Значит, я, как командир самолета, должен обеспечивать все. И отвечать за все. Бензовоз заказал. Бензовоз не пришел. Подписи моей нет. На меня его повесили. Что я его продал. Хотя он ко мне не приходил. И подписи моей нет. И того, что требования я выписывал, нет. Итого, получается, на меня вешают это. На меня уничтожение имущества вешают. И в конечном итоге осуждает. Значит, на два года лишения свободы. Это на химию. И лишение должности командира самолета. После этого, значит, я не согласен был. И подаю, значит, конституционную жалобу. Но здесь меня просит встретиться председатель суда областного. Я встречаюсь, и он мне говорит. Слушайте, говорит. Вы, давайте мы сделаем компромисс. Сейчас в Советском Союзе посадить это нужно следователей, прокурора, судью за ваше незаконное осуждение. Давайте мы сделаем так. Мы вам делаем срок, отменяем все. Командирам самолета вы будете летать дальше без лишения должности. А до этого должность лишен был. Значит, и все. На этом мы с вами, но вы не подаете конституционную жалобу в Верховный суд. Вот я что хочу сказать. Они боялись тогда. Вы наивны, на самом деле. Это один такой пример, потому что на самом деле в советское время было намного больше таких пострадавших, чем сейчас. Я согласен. Были миллионы. Ну, в данном случае я сравнил. Мне просто повезло. Это исключение из правил. Понимаете или нет? Потому что уже был 80... Все-таки боялись, боялись. Да ничего никто не боялся. Ну, не знаю. Просто там были явные примеры того, что вы не виноваты. А на самом деле миллионы были так осуждены. И что мне сделали? Год исправил работу по месту работы. Я должен летать и 20% взлоплотиться с этого каждый месяц. Все равно вас сделали виноваты. А теперь смотрите, смотрите. В вашей биографии есть судимость. Нету судимости. Через год она по всем аннулирована. Уже нету, что? Все, забудьте. Неважно. Но вы вас признали виновным все равно. Да. И что получилось? Он говорит, ну, это небольшое, по 20%, в связи с тем, что вас незаконно посадили, что это незаконный приговор, вам возвращают все деньги, которые заплатили. Плюс к этому заплачете только это, всего день за три учиться, и вы заплачете 2-3 месяца. Почему вы не написали жалобу именно в администрацию президента? Что вы мучаетесь с этими всеми судебной системой? Дело в том, что к администрации президента я заходил, и там этого не принимают. Только в посидебно-правовой системе президент этим не занимается. А знаете почему? Не знаю. Потому что таких желающих, как вы, сотни тысяч. И он устанет читать это. Но он никогда и не читает это. Есть у него помощники президента, которые этим занимаются. Но настолько коррумпированная система, что они отсылают это тем, на кого вы жалуетесь. Вот это и есть. Я и про это тоже говорил, и писал в жалобах своих. И получается, мало того, что я вам просто приметчик один небольшой приведу. А это сплошь и рядом. Значит, я прошу возбудить уголовное дело по лжесвидетельству свидетеля, который был на моей стороне, и его перекупили, или запугали, и он стал свидетельствовать на той стороне, что Сафонов не пьяный. Что он не пьяный. Целый детектив. И что? Отказ. Нет. Он не свидетель. И он два всего. По одному свидетельству, что он был пьяный. По второму свидетельству, что не был пьяный. Так вот, что здесь все получается? Он подписал статью 401. Извините, привлекаете. Все. И тем не менее, смотрите, что я хочу сказать. Загорский, здесь Ленинского района, дает отказ в возбуждении уголовного дела. Суд восстанавливает мою справедливость. Снова отменяет. Опять Загорский. Нет, нет, нет. Это история. Это история. Опять Загорскому приходит. Все это ерунда. Володя, вы что не понимаете, что это круговорот дерьма в природе? Непонятно, что ли? Понятно. Вот поэтому я говорю. У меня есть все доказательства привлекать всех ответственных лиц, которые провели дело, к уголовной ответственности. Вы понимаете, что ваш акт самосожжения, который вы якобы устрашаете сейчас администрацию и все органы, вы понимаете, что вас именно из-за этого акта могут признать невменяемым? Не могут. Ну как не могут? Я акт. В этой стране, где сейчас вы не можете добиться справедливости, вас сделают просто… А я хочу обратиться совсем… Вы еще, если не дай бог, конечно, еще и совершите этот акт, вы обожжетесь где-то, не дай бог, получите какую-нибудь травму психическую. Вы же сами говорите, что у вас порой стадия эффекта, вы можете что-то не понять. Извините. Раз, и все. Состояние эффекта, аффекта, это и есть здравый смысл, но аффект приходит в момент уже отчаяния. Вот это он называется. Но никак не здравый рассудок не теряется. Аффект – это момент, когда… Они придумают все, что угодно. Я согласен с вами, могут, но я хочу общественность… Они же сделали, что вы ногу сами себе сломали. Да, да, сделали. Они же сделали на суде, говорили, что вы первые толкнули. Вы их чуть ли там не заставили мочиться на этот договор. Но дело в том, что на втором суде, когда отменил Верховный суд уже это постановление, и снова апелляционная инстанция рассматривалась здесь, мне назначили новую экспертизу, потому что они сделали ту экспертизу под, как я говорил, под фабрикацию дела, что может быть, а может нет. То есть получается, значит, такое нейтральное. Почему бы вам не опустить руки и это все… Зачем вам это надо? Вы взрослый, да, уже, можно сказать, человек возрасте. Зачем вам это надо? У вас же была бы намного спокойнее жизнь. Зачем вам это надо? Я скажу почему. У меня и вот эти вот все, которые творилось раньше со мной, у меня сидят. Значит, если вы говорите сейчас о справедливости, значит, вы говорите о том, что вы держите всегда свое слово. Всегда. То есть 15-го числа или плюс-минус день-два. А там дальше, да. А там дальше будет. Вы должны выполнить свое обещание. Да, 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 да. Но это катастрофа. Это катастрофа будет для Беларуси. Для вашей семьи, для Беларуси, я думаю, что нет. А для вашей семьи, если вы это сделаете. Я их уже предупредил. А может, не себя надо сжечь? Может, кого-то надо другого? А нет. Это уже по уголовной ответственности. Я буду сидеть туда. Хоть что-то против меня, я буду сидеть. Поэтому я не хочу, чтобы кто-то чего-то, как-то, кого-то наказывать таким способом. Только по закону и по закону. Я хочу пожелать вам, я думаю, что многие зрители присоединятся к моим пожеланиям. Все-таки, чтобы здравый смысл восторжествовал. Вас услышали. Надеюсь, это наше не последнее интервью с вами перед вот этим заявлением, которое вы сделали всенародно. Что вас услышат, если не президент, то люди, которые отвечают за покой и спокойствие в стране. И они сделают соответствующие выводы. Но если не накажут, то хотя бы как-то в вашу сторону. А вы будете до конца. До конца. Наказать всех и эту систему, во всяком случае, я не буду говорить. Вы, конечно, я не думал, что вы такой наивный. Пусть я наивный. Пусть я наивный. Пусть я наивный. Но я говорю, я не отступлю, пока не накажут всех. Кто это? Это минимальное, кто мне хотя бы одно ответ пришел. Любой ответ. Оно уже под 204 статьей. Это называется непредоставление информации или предоставление заранее искаженной информации или недостоверной информации. Любой, кто мне прислал ответ. Ясно. Уважаемые зрители, я надеюсь, мне не придется идти на съемки на акт о самоосожжении уважаемого Владимира Кирилловича. Спасибо за, скажем, даже тяжело сказать, за приятное время провеждения. Потому что на самом деле вот такие истории, когда слышишь, что приятного мало. Но я надеюсь, что мы встретимся после 15-го числа с какими-то выводами и с вашей победой. Конционные права, чтобы мои мои были соблюдены. Спасибо.